то Design Studio делает на конференции, посвященной Digital Science и AV-технологии. Я, собственно, все свое выступление посвящу тому, чтобы попытаться вам рассказать и объяснить, что же мы здесь делаем. Скажите, пожалуйста, есть ли в зале люди, которые не знакомы с студией Артемия Лебедева, это не стыдно? Поднимите руку. Окей, хорошо. Учитывая, что есть вот пару человек, которые руку все-таки подняли, я расскажу то, чем студия занимается. Мы мультидисциплинарная дизайн-студия, занимаемся всеми видами дизайна, начиная от разработки логотипов, айдентик, веб-сайтов, заканчивая разработкой навигационных систем, заканчивая разработкой архитектурных проектов. И с недавних пор мы еще занимаемся продуктовыми решениями, в том числе про одно из которых я сегодня планирую рассказать. Ну и здесь на слайде это, собственно, то, что окружает нас с вами каждый день. Это проекты для Москвы, Московского метро, это дизайн-код Москвы, общественный транспорт Москвы и так далее. Многие знают студию по достаточно долгой коллаборации с компанией Яндекс. Это первый логотип Яндекса, большое количество совместных проектов. И, например, студия в свое время разрабатывала прототип для Яндекс.Навигатора, которым до сих пор пользуемся с вами каждый день. Более аудитория, которая вовлечена в наши проекты, наверняка знает студию по программе экспресс-дизайн, по первым логотипам от Николая Иронова, которые были сделаны для блогера Юрия Хованского и Руслана Усачева. И самое главное, то, чем мы в студии занимаемся, это решаем бизнес-задачи клиентов. То есть, несмотря на то, что у нас вначале стоит слово дизайн, для нас дизайн – это инструмент решения этих самых бизнес-задач. И проект, про который я хочу вам сегодня рассказать, про потокус, это как раз-таки пример того, как мы решали сначала внутреннюю задачу, как внутреннего заказчика, а потом стали это масштабировать, собственно, в мир. И у нас получился такой абсолютно органическая история, органический поток, бизнес-стрим, про который я сегодня, собственно, расскажу. Итак, какие же задачи перед нами, как перед студией изначально стояли? Что такое студия с точки зрения, ну, такого визуального образа? Что такое студия с точки зрения взаимодействия с его потребителями, пользователями? Студия – это большой источник контента. Перед вами сейчас идет такой скролл с сайта студии. И если мы посмотрим, то сайт студии состоит, по сути, из бесконечной ленты проектов. У нас в студии реализовано более 5000 кейсов, и проекты представлены в виде такой бесконечной ленты. Соответственно, мы сталкиваемся с ситуацией, что проекты новые выходят чуть ли не каждый день, а иногда по несколько проектов в день. И проекты, которые новые, хоронят предыдущие. При этом предыдущие проекты от этого не становятся хуже. Ну, вот, например, пару месяцев назад студия задизайнила пункты выдачи заказов для компании Wildberries. Проект абсолютно международного масштаба. В каждом городе, в каждом регионе нашей страны не только сейчас появляются эти новые пункты выдачи. При этом такой нашумевший проект сейчас уже, по сути, никто не вспомнит. И таких кейсов у нас огромное количество. Вот. Поэтому это первая проблема, с которой мы столкнулись. С репросматриваемостью классного контента. Вторая история связана с общим трендом, который сейчас существует. Это, в принципе, снижение, вовлечение трафика пользователей в любые сайты, не только в наши, но и, в принципе, во всем Рунете, да и, в принципе, во всем мире. И связано это, понятное дело, с паттернами поведения пользователей, потому что пользователям скучно читать большие лонгриды, пользователям скучно смотреть статичный контент, уже даже никакие не гифки, да и просто видосы уже никого не привлекают. Ну и, соответственно, это приводит к тому, что, в принципе, сайты и, в принципе, любые платформы, где представлен много контента, его сложно, в принципе, считывать, потому что, ну, как бы, если вы там не ТикТок или не запрет грамм. Ну и третья большая важная задача – это, конечно, дистрибьюция контента. Площадок становится все больше. Только в России у нас сейчас там появились, условно говоря, и там ВК-видео, и там Рутуб, и нам, и куча всего остального. И, соответственно, каждая эта площадка выдвигает свои определенные требования для дистрибьюции этого контента. И, конечно, для этого тратятся огромные ресурсы, в первую очередь человеческие ресурсы, потому что под каждую площадку ты вынужден дальше весь этот контент готовить для последующей его дистрибьюции. И так как вот такие три задачи перед нами стояли, мы подошли, ну, с дизайнерской некой точки зрения для решения этой задачи. Мы подумали, что нам нужен не новый сайт, а новый подход к подаче контента на нашем сайте. И так родилось решение, которое у нас называется «Потокус». Сейчас будет короткий и минутный ролик, и я дальше продолжу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо большое, буду благодарен. Если вы похлопаете, огромная команда работала над этим проектом. В том числе сегодня в зале присутствует фаундер проекта Сергей Куленкович. Можно будет потом задать нам вопросы в конце моего выступления. Итак, ну, я думаю, по ролику, собственно, все понятно, не хочется повторяться. Я лишь коротко хочу пройтись по ключевым аспектам, что это такое, если вдруг из того шоурила не все еще было ясно. Вот так выглядит «Потокус» на нашем сайте. Это тоже скринкаст. По сути, это бесконечный эфир с контентом, который имеет ленту сюжетов и имеет, помимо того контента, который на нем размещается, еще имеет дополнительные элементы вовлечения в этот эфир, так называемое переменное вознаграждение. И представлено это в виде вот таких различных виджетов. У нашего потокуса, видеостриминга, по сути, есть, вообще стриминга, даже слово видео здесь неуместно, есть несколько ключевых отличий, которые, в принципе, отличают нас от всего остального, что, в принципе, существует, наверное, на рынке, если такой рынок существует. И первое, конечно, это то, что мы вовлекаем пользователей в эфир, потому что просто смотреть на контент, пускай даже который динамичный, который очень часто сменяется, все равно сложно. Мы придумывали определенные механизмы удержания этого клиента, этого пользователя, прошу прощения. Во-первых, у нас есть, ну, собственно, лента сюжетов. Ты можешь в любой момент откатиться назад, вернуться на понравивший тебе сюжет, остановиться, и у тебя это, по сути, находится в онлайне. То есть пользователь, ну, мы позаботились в данном случае о пользователе для того, чтобы он мог вернуться, если ему что-то захотелось еще раз пересмотреть. У нас есть отдельный чат, про него я сейчас скажу тоже, упомяну про него. И при этом в этом чате можно писать комментарии и ставить реакции. Реакции тоже постоянно меняются, количество этих реакций не ограничено. Это дополнительный способ удерживать пользователей в нашем эфире. И третий и, наверное, самый, наверное, крутой эксперимент, который мы проводили и который удался, это внедрение дополнительных виджетов в наш эфир. То есть вы смотрите не просто на какую-то картинку, пускай даже динамическую, а с этой картинкой, с этим эфиром можно взаимодействовать. Можно взаимодействовать, ну, то есть изучая какую-то, допустим, статическую информацию. Можно, допустим, участвовать в каких-то опросах, там, и в голосовалках проходить какие-то квесты. А можно даже, допустим, что-то купить или заказать сразу автоматически с того портала, где этот потокус развернут. Вот. Ну и у нас есть, я обещал Алене рассказать про то, какие фишки в нашем потокусе существуют. Вот. И одна из фишек – это озвучка искусственным интеллектом. Наш потокус в студии озвучивается голосом Артемия Лебедева, как бы это ни было удивительно. Вот. Но ничего не мешает прогнать через нейронку голос руководителя компании, там, сотрудников каких-то, не знаю, медийных личностей, звезд, и озвучивать поток им, их голосом. Про чат я уже сказал. Здесь стоит упомянуть, что в чат подключены нейросети, по сути, это боты, обученные на GPT-шке, и они начинают вступать с тобой в диалог по триггерным словам, когда ты начинаешь что-то писать в чат. Понятное дело, что, ну, трафик на сайтах у разных компаний тоже не одинаковый, и нам важно сделать все, повторюсь, для того, чтобы увеличить длительность нахождения пользователей в нашем потоке. Здесь есть еще одна интересная фишка, что в нашем чате существует теневой бан. Если в чате заводится какой-то хулиган, который начинает оскорблять, который начинает неожиданно ругаться матом на участников чата, мы его выводим. При этом для этого человека, для этого пользователя это никак не отображается, а боты начинают с ним общаться в этом чате, и пользователь думает, что он общается с живыми людьми, а на самом деле он изолирован от общества. Ну и про виджеты я уже говорил. Виджетов может быть огромное количество. У нас представлены разные виджеты. При этом мы готовы адаптировать под нужды наших заказчиков эти виджеты, дополнять, делать их какими-то уникальными. Например, у нас есть в студии виджет с котировками. При этом котировки у нас наших клиентов. То есть, например, наши клиенты, которые когда-то у нас заказывали дизайн, мы в режиме реального времени выводим их акции, как они торгуются. Это могут быть, повторюсь, различные голосовалки, поздравления с днем рождения, покупки и так далее. Все это позволяет нам дополнительно вовлекать пользователей в наш эфир, в наш поток. Да, у меня уже заканчивается время. Пару минут буквально еще расскажу про поток. Мы сейчас с вами посмотрели фронт, фронтальную часть. Я думаю, немаловажно посмотреть, что происходит на бэке. А на бэке у нас суперпростая система управления эфиром. Для того, чтобы управлять потокусом, надо быть, скажем так, уверенным просто пользователем ПК. Если вы работали, не знаю, печатали в Word и пару браузер умеете открывать, это вполне достаточно для того, чтобы управлять нашим эфиром. У нас есть специальная блочная система, куда попадают сюжеты. Мы можем, соответственно, эти блоки настраивать в зависимости от дня недели, в зависимости от того, какое у нас там, не знаю, время года, какое у нас событие впереди. И эти блоки состоят из различных сюжетов. И вот сейчас тоже сделали скринкаст для того, чтобы наглядно посмотреть, как легко собирается сюжет буквально в течение нескольких секунд. По сути, мы просто закидываем туда любой контент, который у нас есть. Это может быть изображение, это может быть видеоконтент, это могут быть и там какие-то звуковые файлы, звуковая дорожка. Админка потокуса, ну, это как выглядит админка потокуса. В принципе, потокус сам распределяет этот контент на ленте. Ты можешь в ручном режиме сам подвигать, собственно, элементы этого контента, эти изображения, увеличить хронометраж, либо наоборот сжать. Вот. И дальше мы загружаем сюда голос. Голос обрабатывается, точнее, мы загружаем сюда текст. Текст преобразуется в голосовую дорожку и в дополнительные субтитры. Еще из интересного, что есть в потокусе, это возможность кинуть ссылку абсолютно на любой сайт, на любую страницу сайта, где есть какой-то контент. И потокус спаршивает всю информацию, весь контент с этого сайта сразу автоматически. То есть даже можно не заморачиваться с тем, чтобы готовить какие-то файлы, а можно просто вставить ссылку и потокус сам спарсит. Тут, конечно, все будет зависеть от качества того контента, который размещен на том сайте, на котором этот контент содержит. Ну и все. И, по сути, вот за буквально пару минут у нас подготовлен эфир. Дальше наполняется виджетами. Повторюсь, виджетов огромное количество. Здесь сейчас мы добавим, например, виджет покупки. И у нас, по сути, готовый сюжет, который можно дальше пускать в эфир. Итак, для чего подходит потокус? Потокус подходит абсолютно для любого формата бизнеса. Это может быть как внутри ком, так и внешние коммуникации. Их можно размещать на абсолютно любых экранах и на любых телевизорах. В принципе, везде, где есть интернет, он может быть размещен и использоваться абсолютно для разных форматов. Это может быть и реклама, и какие-то нативные сюжеты, и, в принципе, вещание с какой-то полезной информацией. Потокус уже развернут не только на сайте студии, но и, например, для телеганала 360. Теперь у них дополнительное эфирное вещание происходит через потокус на их сайте. При этом ты можешь переключиться на сюжеты, которые тебе понравились. Есть, например, вот такой проект, который мы делали совместно с колтехом. Это уже внутри ком. Этот потокус можно посмотреть, придя к ним непосредственно в институт. И это история про внутряг, про коммуникацию со студентами, про какие-то их достижения, показатели, полезную информацию для обучения и так далее. Друзья, спасибо большое. У меня на этом все. Кто заинтересовался нашей технологией, может отсканировать, посмотреть подробно. Сегодня в зале нахожусь я и основатель проекта Сергей Кулинкович. Мы можем ответить на ваши вопросы. Кто захочет пообщаться со мной, может зафиксировать мои контакты. Буду рад также с вами поговорить.